будь заразой а итальянцы сволочи все-таки это гордое слово turbo плитка курить когда утро в автосфере дарас сергеевич еще не проснулся рано а георгий саныч уже в поте лица так сказать как кощей на два там чахнет здравствуйте здравствуйте нет я еще не потел не потели у нас мог это либо старый так георгий саныч это новый мох не трожь этому автомобилю мох мы его найдем по крайней мере по моху либо пойдем будем знать откуда куда идти по мхе есть хорошая новость какая новость офигительная завтра будем собирать титановый мотор и и я понял а почему ты не готовишься почему ты решил 5 поделать раз ты а я себе объясню просто чем ближе мы к титановому мотору тем быстрее антипич превратится в памятник я вам нужно лишь в идеальный подменный автомобиль идеальный подмену да и у нас как бы она часа какие проблемы с фиатом то остались на пропечку я не знаю может просто через кто-то помнит о георгий санчет что такое это куртка бичевая я решил переодеть потому что георгий саныч у нас туда 5 живет да и надо его выгнать до ездить с этим не хотелось бы сейчас как-то будем что-то предпринимать шаги действий есть еще определенный рот нюанс какой вентилятор перестал включаться может вентилятор может датчик мы слушали взяли максимальное количество нам инструмента смазочных горючих материалов и обязательно чем крутить и чем потом закручивать все четко георгий саныч ты прям как в воду глядишь переодевайся в бичевскую кофту кофту мне все также петли доктор запрещает работать то есть хорошей тысячи помогать не будет опять я буду я буду морально поддерживать тебя во всех твоих начинаниях я буду рядом буду буду тебе рассказывать смешные истории будет весело и интересные и там всякое такое я думаю все будет иначе да а когда-то несмотря у нас ближайший минус 20 что минус 20 когда в питье а слушай я Я думаю, что через месяц. Вот тогда и поговорим. Георгий Александрович, хватит тебе издеваться. Я больной человек. Четвертый цилиндр. Кстати, на Антипыче все так же до сих пор и есть. И на Титановом моторе тоже четвертый цилиндр. Поэтому не зарекайся. Не зарекайся. Что? Сука! Это взаимный Степ, все нормально. Ну да, кстати, да. Я не помню. Вот такой вот херовый топ-гир. Да. Такой херовый Степ. Понимаете? Так что минус 20, а я буду теплее. На этом нельзя в минус 20 ездить, точно. Будь заразы, а! Итальянцы, сволочи все-таки. Вот реально твари. Ну че себе, чей ты его тут устроил? О, Святой Алексей, привет. Кошмар. Это легкий извращенный итальянский секс. Я, честно говоря, думал, что сейчас будет по лайту. Короче, моторчик печки надо делать, надо его поменять. Ну поменять, починить, я не знаю, что с ним сделать. Но трудности в следующем. Я сначала здесь поковырял, потом пошли нагуглили и выяснилось, что как бы здесь моторчик печки снимается вместе со снятием торпеды. Значит, и со снятием самой печки. Потому что наши друзья итальянцы, конченые твари вообще, Святой Алексей, конченые. Это в каком году они превратились это в эти? Я не знаю, но это 91-го года, Фиат. 91-го. Да, здесь, короче, смотри, вот печка, вот радиатор печки, а моторчик, сука, стоит перед ним. Перед ним Алексей Михайлович, ты представляешь? Из-под капотного пространства. Вот, я рассуждал точно так же, Святой Алексей, абсолютно, да. Значит, отфигачил жабо. И здесь меня встретила приветливая итальянская железяка. И, короче, моторчик прячется вот там вот. То есть, как бы мне нужно печку отвернуть и достать ее в салон. А что, не разбирается моторный щит? Нет, не разбирается. Ну, как бы, если только болгарка, он разбирается. Либо автогеном. Либо автогеном, да. Вот, товарищи, такая тема. Прекрасные итальянцы. Лучше бы это был второй гольф, понимаете? Джин-джин-бун, упало. Да. Да. Прекрасно. И сейчас все попадет на слив антифриза, на всего. Но слив антифриза тоже хрен с ним, потому что у нас перестал включаться мотор этого. Все сломалось, что ли? Слушай, я не знаю, сломалось оно или не сломалось, но факт-то он сейчас не работает. Короче, сейчас большой вентиляторный ребилд. Да, я смотрю, тут не только вентиляторный. Не, ну конечно, безусловно. Тут можно много. Чего еще? Три билдить? Нет, ну я сконцентрирую сегодня свое внимание на вентиляторах. Сексолог вон не сдюжил, говорит, у меня эти, как его. По медицинским показаниям пойду я пожру. Не поехал жрать скотина, бросил меня. Да. И вот я здесь в одно место. Нормально, постарался. Да. Осталось чуть-чуть. Я хочу сказать, что BMW тихо курит в сторонке со снятием торпеды. Причем нервно. Чудо. Этого, ни фига у меня такой вентилятор. Представляешь? У кого за меньше, по-моему. От классики. А сколько на классический вентилятор проводов? Нет, не помню. По-моему, два. Здесь четыре. Сумка, она целикой дышла. Ого. Да, и вот ради этого моторчика надо снять печку. Вот тварь итальянская. Ого. А, да кому? Бля, нет. А, да и все. Все, да. Люфт какой. Ну, он не должен до друга стоить. Надо узнать, может, как что-то подходит. Это же фиация. Ну, может быть, да. Давай гугленем. 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 Нет, ну я не спорю, что, может быть, итальянцы что-то и понимают в сексе. Но это уже какое-то грязное извращение. Помимо того, что, чтобы снять моторчик печки, надо снять печку, ее надо еще и располовинить. И, о чудо, мимо ехал Василий Павлович. Карлсон. Карлсон, да. И на помойке, на помойке вот этот моторчик вот этой печки. С восьмидесятого года лежал. Тысяча восемьсот рублей. Мечта. Идеальный моторчик. Причем он еще там расположен в таком мерцем месте, что все говно прямо на него летит. Как-нибудь защитить впоследствии нельзя? Я не знаю. Все, что мы, не знаю, смазкой манойной помажем. Все, что мы можем сделать в этой ситуации. Ну, как-то так. Я понимаю, что сейчас многие будут из вас говорить поставьте моторчик от жигулей и все такое. Но, блин, мне очень не хочется вот это еще раз разбирать и изобретать. Лучше потратить тысяча восемьсот рублей и все собрать. Как обычно, Георгий Александрович, как обычно, если у вас есть идея, вы можете прийти да поставить. Проблем-то нет никаких. Да, кстати, разделяю Василию Павловичу. Это разделяю. Спасибо, что привез. Реально. Просто выключил. Верю. Магнетик Морелли. Мадрин Италия. А тот, кто сделал? То же самое. То же самое? Да. Износа нет. Ну что, давайте собирать. Я готов. Погнали. Я. Погнали. Погнали. В смысле? В смысле? В смысле? Я и переднюю собирал, но впереди ничего не стучит. Сзади что-то застучало. И что, будешь сейчас смотреть, что застучало? Слушай, ну мне вообще доктор не разрешает. Если бы никто не помог поднять клизму, было бы вообще супер просто. Я вообще должен дома лежать в кровати. В покое. С чёрлечками. Ну давай ставить печку, Василий Павлович. Так. Поможешь, конечно? Сейчас. Да, да, да. Мне просто поднять её. Да, да, да. Дверь поддержит. Да, спасибо. Ну прикинь, ну нормальный такой самолёт, да? Турбина. Ты что закидал? Ты столько всего пропустил. Ты что делал? Жрал. Просто поднимите мне машину. Просто лапы подниму. Засуньте её и подниму там. Ну вот что? Тебе что подержать-то? Оооо, печка упала. Мне интересно, вот что скажут наши очаровательные подписчики? Помочь Тарасу Сергеевичу и поднять машину на лапы? Или сексолог сам справится? Ну мне же... Перекусить нам привёз? Мне, я могу справку принести. Мне кажется, сейчас резко комментарий выявляется. Я могу справку принести. Освобождение. Чувак. А ты не что-то, да. Ну чё? Да. Ну мне чё. Закручиваем. А, не затянуто? Не. Неплохо. А ещё что не затянулось? Ну, здесь это резинки. Это подтянуть можно после установки подвески. Так что всё нормально. К этому претензий нет. Да хватит. Ну что ты, сейчас ещё слепишь меня и не смотреть. Правда говори. Сразу скажи, что не затянул. Да ты что, угораешь что ли? Я что, сам себе враг, что не затянул. Всё. Стабики протянули. Неплохо. Там чё? Не тут нормально. Хорошо. Вода здесь затянуты. Ну здесь резинки подтянем. Ну да, да, да. Пошусь. Рычаги и суши палочки. Сейчас всё проверим. Так, 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 так. Не, огонь. Здесь хорошо. Я тяну, как верьте боженька. Правда, видимо не всё. Здесь хорошо. Хорошо. Видишь? Лайк. Поверхний. Сейчас посмотрим. Дотянемся ли? Оу. Смотри, скоро выхлопы с побы. Да, 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 да. Я бы даже сказал, не скоро, а давно пора. Мы же сделаем? Ой, Тарас. Конечно. Что это за машина такая? 18, 19. А он просто брал болты любые, которые подходят. Это не я, нет. Ничего ты, ничего ты. Что ж, а этот болтик раскручен. Раскручен? Угу. Раскрутился, наверное. Тарас Сергеевич. Он был на фиксатор резьбы, короче. Слышишь? Да. Что с тобой? Вспоминается. Видимо. Я понял, короче, митсубиши надежно, протяжка, после сексолога всей подвески. Ну, чуть-чуть тут, тут буквально чуть-чуть. Ладно, всё, я пошёл дальше тебя собирать. Мы подойдём через полчасика. Окей, гугл. Не, ну так выглядит явно лучше. О, неплохо. Да. Блин, выглядит же даже нечёрт. Чёртовы извращенцы. О, пацаны, ребята, так вы что, уже всё сделали? Да, Тарас Сергеевич. Касавчики. И можно сказать, первый чек. Ну, не первый, я честно говоря уже потестил. Подтестил, да? Да, да, да. И заводить не будем? Всё? Всё, подожди, печку. Печь хочу. А, нет, всё. Всё, всё, всё. Всё, всё. Всё. Поедешь там? Я об неё много раз поранился и решил её утилизировать. Чё-нибудь прифигачиваем? Иконку настроить. Да, 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 да. Как-то криво, не стало, мне кажется. Да, отлично встало. Ну, ладно. Чё-то меня эта торпеда выморзила. Если честно, ты... Тарас Сергеевич, пожалуйста. Ну, прошу тебя. Очень-очень. Ну, не ломай. Как лимон, кстати. Да нормально. Чё, подтянули? Бачок сыт. Ну, а кто виноват? Мороз. Какие морозы? Первые. Всё, я хочу сказать, друзья. Без сексолога наш канал был бы пресным и унылым. О, как. Вы когда-нибудь кушали кашу пресную? Вот точно так же. Кстати, Василий Павлович мне сказал, какому вкусному кассу привёшь, а меня не привёшь. А была вкусная каша. У тебя уже щёхи делится. Мы, кстати, ещё не жравшие, а ты уже съедил, пожрал, скотина. Ты видишь, какие у меня щёки? Они просто огромные. Всё, иди. Так, всё, руку прифигачивай. Ничего. С датчиком. Ну и. Надо держать себя в форме просто. Чекаем. Райта. А скоро оно включится, нет? Ну, надо продолжать, пока нагреется. Ну, Георгий Александрович. Обновки. Тебе. Райта. Мой размерчик. Можно две завернуть. Светой Алексей, где ты вот эти тряпки заказываешь? Мне интересно. Со складочкой. Не знаю. Разбомбил? В прямом смысле этого слова? Разбомбил. Да. Святой Алексей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Чё? Василий Павлович, скажи, когда включишься, ладно? Да. Короче, глобальное, значит, мега дикое ТО. Рудик превратился в масло-кар. А-а-а. Не совсем. А я думал, в овощи это так называется? Не-не. Рудольф Алексеевич стал через турбину масло. Пора. Пора. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть. Может, мы залепить? Литра два в день, то есть, не мало. А, нормально. Как у тебя? Совсем. Да-да-да-да. Примерно даже самое. И, в общем-то, мы, значит, решили... Сейчас мы не извлечем, да? Да. Форсунки, значит, ЦНТО перед зимой. Да, обязательно. Это же дизель. Дизель. Самый надежный мотор. М57. Кто сказал? Я. А, да. Ну, думай, думай так. И, как бы, форсунки нафиг. Турбину нафиг. И поедем это все, повезем ремонт. И твой генератор заодно возьмем. Вася. Спасибо большое, пацаны. Спасибо. Я рад. Мне нравится. Сейчас сделаем перед зимой. Ну, отлично. Рудольф Алексеевич будет прямо. Уф, вообще просто будет. Экономный. Отдай штанишки, я в них руки вытираю. Так-то и жута. Ну, несмотря на то, что датчик все-таки не с этого фиата, потому что разъем был другой. А посвети, пожалуйста. Покажем. Людям, так сказать. Как все сгоревше было. Прям нет. Свети в дырку. Ох. Ябленькую свечу. А, там не видно. Ну, там, короче, провода, контакты, все сгорело. Нафиг. Погорело все синим флагом. Погорело. 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 О, включился. Нормально. Дует. Так, это фигатина работает. Печечку, печечку. Печечку надо повключать. Эть. Теплый дует. О, и печечка работает. Теплый фасоль. Да, тепленький пошел. Фасоль, да. Это гордое слово турбо. Улитка. Улитка надо будет. Улитка. Две. Так. Ну и вот сюда вот она болтается. Тын. Вон видно, да? Видно, не видно? Да. Ооо. Я увидел. Увидел? Да. Ну-ка. Ну-ка, пошатай сюда, Алексей. Да, да, да. Вовремя. Еще немножечко и мы бы были в клине. Да. То есть мы еще и спасли ее. Конечно. Это опыт, Тарас Ильич. Вовремя. Я бы не знал. Маслиться чуть-чуть. Ну да, так чуть-чуть. Примерно. Как у тебя. У меня? У меня масло никуда не уходит. Максимум свечные колодцы. Исключительно. Больше некуда. Ладно. Тут есть интересная штука. В коллекторе. В коллекторе-то да. Кто-нибудь когда-нибудь видел саморезы в коллекторе? Да, да, да. Тюнинг. Кровельные саморезы во впускном коллекторе самого надежного двигателя М57. А, это изменяемая вот эта вот фаза, да? Это она. А почему? Ну, потому что кто-то решил. Видимо, не было у кого-то заглушек под биферевые заслонки. Ну, на самом деле, смотрите, ну и как бы турбо и все остальное, и форсунки, и генераторы повезем-то только завтра. Да. Поэтому, в принципе... А что, Рудика, за бруствер получается? Да. За бруствер, и у нас будет время, чтобы, так сказать, приобрести нормальные заглушки. Да. И заглушиться чётенько. Можно их ещё поменять? Конечно. А, ещё. А там просто... Заслонки. А для чего? Да. Чтобы заслонять. А, это как очки у фокуса, да? Да, да. Как очки, как на фокусе. А, и тут тоже эти функции. Так ты чипанутый. Скажи что-нибудь. Ну, в смысле, тюнингованный. Вот и поговорили. Вот оно, техника. Чудо. Я тебе говорю, я всегда боялся дизелей. Ну, реально. Чего их бояться? Форсунка как форсунка. Подожди, а где они, когда их не вытащить, где они закисают? Вот здесь. Вот здесь. А брызгают они вот из самого донышка? Да. Там кушка маленьких дырочек. Ну, сколько ты не помнишь? Слушай, бывает 8-12. Вот здесь вот 12 маленьких дырочек. Да. Вот в этой вот пипке. Да. Ну, мне кажется, ни одной не увидим. Ну, в нашей ситуации, забегая вперёд, я хочу сказать, что все форсунки из Рудольфа Алексеевича достались. И это не может не радовать. Ну, вон одна, да, что-то где-то видно, но очень плохо видно. Ну, грязные. Да. Поэтому мы с ним, да. Ну, форсунки, святой Алексей, я хочу сказать, что это плацебо. Работают же. Ну, работают. Надо проверить, как хорошо или плохо. Распыляют. Как думают субаристы, зима будет холодной? Блин, ну, честно говоря, вот я об этом на самом деле думал. Потому что иногда не просто так приходят мысли по поводу подъёма или опускания автомобилей в голову. Глубоко. Значит, объясню быстро и просто. Возможно, будет хорошая зима и, может быть, побываем в глубоком снегу. О, я тоже надеюсь. ФИАТ готов. Тарас Юрьевич, ты что там делаешь? Брендирую автомобиль. Ну, ладно. А именно... Независимый эксперт. Ты видишь, хочу налепить это ше. Шипы. Мы же шипованные. Шабашка. Шабаш? Шабашка. Шабат. Я не знаю. Вот я думаю, вот если вот так приклею, нормально будет? Тирается? Ну, так. Ну, чётко прям. Ну, в принципе, у нас вон при любом раскладе, не в зоне работы дворника. Ну, давай будем... Здесь писалка была. Давайте вот сюда. Здрасьте, Сергеевич. Вот здесь. Гармонично. Всё. Всё по закону. Понимаешь? Обязательно. Конечно. Не докопаться. Ну, вот теперь точно. Сейчас наклеиваем шабаш. Шабашка. Шабашка. И можно идти снимать финалочку. И я думаю, что... Что? Будем титановый мотор собирать, Тарас Евгеньевич. Оооо. Завтра. Я возбудился. Оооо. Пожалуйста, напишите в комментариях, где можно купить билет на другую планету. Это чё это? А? Это чё это? Зачем мне билет на другую планету? Да. Георгий Александрович, я знаю тебя. Перекрасно. И если что-то пойдёт не так, пострадают невинные в этом люди. Слышите, Тарас Евгеньевич, не приезжайте. Я завтра спокойно буду это делать один. Понимаете? Один. Без вас. Не дождёшься. Я должен это увидеть собственными глазами. Сука какая. Ладно, финалочка. Всё. Красота. Ну, наклейка Тараса Сергеевича всегда с пузырами. Чего? Ничего. Где? А, чётко всё. Это лобовое такое. Стекло плохое. Это не я дурак. Это не лобовое, это заднее. Гараж Тулс, пойдём там, там, там. Пошли. О, чё ты подвечер. Всё, уже не болеешь? Почему? У меня же не язык болит. Гараж Тулс. 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 сеять хорошие добрые вечные гараж лосс провед до моно управляет все тоже все ссылки вы найдете полезно в описании и ставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео что-то мы устали ну вроде как ну там да пущу ладно друзья всем пока если кому-то нужен вентилятор старый пишите василий павлович и вообще девочки пишите василий павлович всем пока скоро будем еще раз трех красить